Ее нам расскажет доцент химического института Казанского федерального университета Аркадий Курамшин, а лекция его называется «Темные и светлые стороны Нобелевских премий по химии». Спасибо. Так, ну добрый вечер, спасибо, что пришли. Тут, конечно, получается такая вещь, что в одной руке микрофон, другой указка, а говорить, как в старом анекдоте. Значит, лекция, ну, последние две недели у нас были посвящены таким вещам, с которых регулярно начинается научный, и не только научный октябрь, это Нобелевские недели, но сейчас уже все Нобелевские лауреаты объявлены. Я, конечно, понимаю, что одно из самых таких серьезных обсуждений, которое всех заботит с позавчерашнего дня, это Нобелевская премия по литературе, которую дали Бобу Дилану. Но, тем не менее, про Бобу Дилана мы говорить не будем, мы поговорим про химию, которая, и Нобелевские премии по химии, которые, естественно, как и любые вещи, связанные с наградами, они так или иначе обрастают огромным количеством слухов, легенд, ну, а временами бывает, что эти легенды, они на самом деле менее интересные, чем то, что было на самом деле. Это будет первая часть лекции, вторая часть, она буквально так очень бегла галопом по Европам и всем остальным местам по тому моменту, за что же дали Нобелевскую премию по химии в этом году. Итак, ну, у Нобелевской премии, естественно, есть две стороны силы, темная и светлая, чтобы, вот как на картинке, перейти, чтобы тебе было хуже видно, иногда нужно перейти на темную сторону, но сегодня мы будем переходить на сторону светлую. Итак, с чего все начиналось? Начиналось все с того, что вот этот товарищ, который изображен на Марте, химик, динамитный фабрикант и изобретатель динамита Альфред Нобель, он однажды открыл свежую газету и прочитал некролог, в котором услышал про себя очень много интересного и далеко не лесного. Некролог был написан на смерть динамитного короля и все прочее такое, но оказалось, что газетчики перепутали Альфреда Нобеля с его братом, погибшим в Париже. Ну, а поскольку и в те времена, и сейчас, у тех, кто работает, если есть журналисты, тебя не знают, есть такие вещи у журналистов, называются консервы, заранее написанная статья, которую там в нужный момент, когда событие произошло, нужно выложить, естественно, что консервы про Нобеля тоже были. Ну, немногим, честно говоря, удается полноценно узнать, что же думают про них люди, пока они еще живы. Некрология – это как раз такая вещь, которая временами раскрывает. Что о человеке думали, тут дело даже не в том, что о мертвых либо хорошо, либо ничего. Все-таки полностью эта фраза звучала о мертвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды. Но Нобель не захотел оставаться в истории науки и техники вот этим динамитным королем, убийцей, и решил как-то исправить составе завещания. Огромное было, конечно, бурление его наследников, когда выяснилось, что от огромных денег Нобеля им конкретно не остается практически ничего. Но, тем не менее, это событие состоялось, и вот появились Нобелевские премии, которые, кстати, заметим, первоначально в завещании Нобеля звучали, что Нобелевская премия должна быть вручена тому человеку, который в течение года сделает какое-то важное открытие, ну и так далее, и так далее. В области химии, физики, физиологии и медицины, как мы сейчас говорим. Ну и, кстати, вот насчет, все-таки уже, если вспомнить, опять же, Боба Дилана, то литературная премия по завещанию Нобеля предполагалась давать не тому, кто напишет великий, замечательный роман, а тому, кто создаст литературное произведение идеалистического направления, причем под идеалистическим Нобелем имел в виду не гуманистическое служение идеалам человечества, как мы сейчас считаем, а жанр литературы, ну, романтика и все такое. Так что вполне возможно, что нынешняя Нобелевская премия по литературе – это, ну, какая-то дань памяти завещанию Нобеля. Ну, возвращаемся к химии. За время существования Нобелевских премий по химии награда присуждалась 108 раз. Первую Нобелевскую премию вручили в 1901 году, ну, последнюю, крайнюю, сегодня. Несколько лет Нобелевская премия не присуждалась. Заметим также и то, что Нобелевские премии по разным дисциплинам, они выглядят немножко по-разному. Ну, то есть, конечно, профиль Нобеля есть на каждой Нобелевской медали, но вот у медалей за физиологию, медицину, за физику и за химию Аверс совершенно другой, чем, например, у литературы, чем у Нобелевской премии мира. Это две древнегреческие статуи, которые представляют собой аллегорию, как муза искусства снимает покров тайны над музой природы. Ну, поскольку завещание Нобеля и поздние вещи, связанные с Нобелевским статутом, которые действуют сейчас для награждения Нобелевских премий, подразумевали возможность награждения двух или трех человек, мы видим, что за 108 лет Нобелевскую премию по химии присуждали 175 раз, но при этом ее получило 174 человека. Почему разница в один? Потому что один человек, Фредерик Сендер, Фрэнсис Сендер, он стал Нобелевским лауреатом по химии два раза. Именно по химии два раза. Вообще, людей, которые дважды получали Нобелевские премии, их всего 4 человека. Три из них, в том числе, получали Нобелевские премии по химии Сендер, две новости премии по химии, Марис Кладовская-Тюри, одну по химию, одну по физике, и Лайна Споленко, одну по химию, другую за дело борьбы за мир во всем мире. При этом можно увидеть, что, в общем-то, научные интересы Сендера за те 22 года, которые прошли между его первым награждением и вторым награждением как Нобелевского лауреата, серьезно не изменились. Обе Нобелевские премии касались биохимии, но только в первом, пока был помоложе, фотография как раз показывает Сендера в период получения первой Нобелевской премии, вторая, второй Нобелевской премии. Как видно, химия и все остальное, она не щадит никого, хотя вот тут та картинка, которая по пабликам ходит с Нильсом Бором, она более показательна, то есть физика еще более серьезно не щадит никого. Можете найти и посмотреть. То есть первоначально Сендер изучил белки, а далее уже его научным интересом стал механизм выработки белков в этом организме, и он также успешно справился с ДНК. Ну, я, к сожалению, не нашел картинку непосредственно по Нобелевским премиям по химии, поэтому здесь у меня по всем Нобелевским премиям географическая картинка, тут всегда же входит и литература, и дело мира, но если мы возьмем 174 лауреатов Нобелевских премий по химии, мы увидим, что они представляют всего 37 стран, при этом 37 стран это в наших нынешних границах, а если брать те страны, в которых они родились, и, скажем, те страны, как они существовали на карте мира в момент их рождения, количество стран вообще уменьшается до 18. Очень небольшое количество Нобелевских лауреатов по химии в Титае, ну, там, можно сказать, так, половина Нобелевского лауреата, поскольку человек, получивший Нобелевскую премию, рожденный в Титае, он все-таки имеет японское гражданство, но здесь получается, как с Гомером, за право именоваться родиной которого боролись семь греческих полисов, Титая и Япония тоже считают тем, кому же принадлежит их Нобелевский лауреат. В России в Советском Союзе всего лишь один Нобелевский лауреат по химии, это Николай Николаевич Семенов, как это ни удивительно, он изображен на этой картине не с колбой, а с трубкой, и он получил Нобелевскую премию в 1956 году за исследование механизмов химических реакций, но история этого портрета, она тоже, собственно говоря, весьма интересна. Второй человек, изображенный на этой картине, тоже Нобелевский лауреат Ландау, и два молодых человека попросили, чтобы их нарисовали, когда они еще были молодыми учеными, и, естественно, никто не думал, что они станут Нобелевскими лауреатами. Среди Нобелевских лауреатов по химии четыре женщины, ну, то есть, как-то получается, химия, хотя и женского рода, но мужская наука, при этом две Нобелевские премии по химии, они как-то так совпадают у семейства Тюри, Марис Кладовская Тюри, ее дочка Ирен Жолио Тюри, и еще две Нобелевские премии, все-таки, женщин, которые не входили в клан Тюри, это Дора Цикроуфут Ходжин, опять же, изучение биологически активных веществ, и Ада Йонат за изучение структуры и функции рибосомы, того биологического аппарата, который служит как раз для строительства белков. Но в этом отношении Нобелевские премии по химии очень часто вызывают такие споры, особенно у трухимиков, почему? Вот физикам не за физику Нобелевские премии не дают. Тем, кто занимается физиологией и медициной, ну, по сути дела, биохимии тоже вне этого поля не дают. Среди людей, которые получают Нобелевские премии по химии, есть работа, которую можно отнести чисто к физическим работам, и есть те, которые, огромное количество, которые относятся к числу именно биохимических работ. Ну, и есть у нас такая присказка у химиков в начале октября. Ну, пойдем посмотрим, за химию в этом году дадут Нобелевскую премию по химии или опять не дадут. Ну, в этом году, так, забегая немножко вперед к концу лекции, скажу, что в этом году все-таки дали больше за химию. Если брать по количеству Нобелевских лауреатов в выращенных стенах разных учебных заведений, на первом месте, ну, Лига Плюща, Стэнфордский университет подарил 7 Нобелевских лауреатов по химии, Гарвард 6 Нобелевских лауреатов по химии, Ну, и если брать Германию, то все институты общества Макса Планка, научного общества Макса Планка, они в общем количестве выдали 11 Нобелевских лауреатов по химии, но это дело касается не одного кофта конкретного института, поскольку в систему институтов имени Макса Планка входит огромное количество различных исследовательских заведений, то здесь как-то эффект размазан, а не такой яркий, как Гарвард или как Стэнфорде. Средний возраст Нобелевских лауреатов по химии 58 лет, ну, а если брать крайние вещи, самый молодой Нобелевский лауреат, получивший Нобелевскую премию в 35 лет, ну, Нобелевский лауреат по химии, это Фредерик Жолио Тюри, сын, ой, вернее, пардон, муж Ирен Тюри, заметим, что пока он не женился на Ирен Тюри, он был просто Фредерик Жолио, но взял фамилию жены, видимо, чтобы как-то его, наверное, лучше узнавали, или легче ему было. И со своей супругой они как раз на двоих поделили Нобелевскую премию по радиоактивным элементам. Самый старый Нобелевский лауреат, в смысле, получивший в самом преклонном возрасте, это Джон Фенн, который получил Нобелевскую премию за, опять же, биохимию, за биологические макромолекулы. Ему в тот момент, когда он стал Нобелевским лауреатом, было 85 лет, ну, фотография момента награждения, но, слава богу, он еще успел пожить и насладиться прижизненным признанием Нобелевского лауреата, хотя, правда, посмертное вручение Нобелевских премий, оно запрещено самой сутью завещания Нобеля и исходящего из них последующих документов. В общем, как происходят процедуры всего этого награждения в области Нобелевских премий? Тут ничего пока такого тайного нету. Поскольку Нобелевская премия вручается Шведской Королевской Академии Наук, то формальное право выдвижения имеют члены Шведской Академии Наук, естественно, могут выдвигать те, кто уже получил Нобелевские премии по химии, по физике. И члены Нобелевских комитетов по химии и по физике, то есть, в общем-то, те люди, которые введены туда решением Шведской Академии Наук. Плюс к этому Нобелевский комитет регулярно составляет такой список самых выдающихся специалистов в области химии и физики по всему миру, которым предлагает высказать свое слово относительно того, кто же в этом году достоин получения Нобелевской премии. Ну, все предложения обычно должны быть приняты к концу июня месяца, и начиная с июня уже начинается обсуждение. То, кто выдвигал, кого выдвигали, как выдвигали, как голосовали, это тайна, которая должна храниться 50 лет. То есть, относительно скандалов, интриг, интриг расследований текущих Нобелевских премий по химии сказать довольно сложно, можно только догадываться, что и как там происходит. Но материал с 1901 по 1950 год, он уже открыто рассекречен, и, собственно говоря, некоторые такие интересные вещи по нему можно посмотреть. Ну, вот такая инфографика, она была приведена в одном из журналов Американского химического общества. С 1901 по 1950 год было сделано 1987 номинаций в области Нобелевской премии по химии. Ну, то есть, смотрим, одна номинация, одна точка. 62% всех этих предложений, то есть, две трети, приходится на три страны. Германия, Соединенные Штаты и Франция. Ну, то есть, те страны, которые в начале XX века занимали лидирующие позиции в области естественных наук. Ну, наверное, еще какой-то кусок от этого пирога должна была отщепнуть Великобритания. Из 1987 человек женщин номинировали только 32 раза. Семерых женщин, несправедливо, согласен, две из семи выиграли. Ну, опять же, Мари Тюри и ее дочка. У мужчин результативность чуть пониже получается. То есть, женщин, если уж номинировали, то они пробивались. Но теперь по конкретным людям. Есть такой исследователь, был такой исследователь Вальтер Нернст. Химики, если есть здесь, то, наверное, помнят уравнение Нернста. И кто химию помнит? Его в период до 2020 года, до того момента, когда он получал Нобелевскую премию, на Нобелевскую премию выдвигали 13 лет. Было 76 номинаций. В конечном итоге он все-таки ее выиграл. Вальтер Дерман Нернст, 12 лет, пардон, 76 раз, получил Нобелевскую премию за вклад в термодинамику. Не всем так везло. Были люди, которых выдвигали не меньше. Ну, 71 раз или чуть меньше. Это первый открыватель Литеция. Жорж Урбан. Несмотря на то, что его тоже выдвигали 13 лет подряд, несмотря на то, что было 71 выдвижение, он Нобелевской премии так и не получил. Ну, в общем, вы поняли. В настоящее время, ну, по инсайдерской информации, таким же вот человеком... Так, и вот тут у нас заклинило... Все, расклинило, наверное. Тотим невезучим человеком, которого постоянно выдвигают и которого никак не может получить, это Джордж Уайтсайдс, один из наиболее известных специалистов в области супрамолекулярных систем, считается, что его тоже уже где-то не менее 70-80 раз выдвигали. В том году, ну, вот после того фильма, из которого была картинка слайдом раньше, среди химиков пошла такая шутка, а значит ли то, что если в 16-м году Оскар получил Ди Каприо, Уайтсайдс все-таки доживет до Нобелевской премии. Ну, оказалось, что на Ди Каприо гадать не очень хорошо, поскольку Уайтсайдс в этом году ее не получил. Хотя частично гадание сбылось, потому что супрамолекулярная химия, наномолекулярные машины, собственно говоря, и стали обладателями Нобелевской премии этого года. Опять же, ну, Нобелев, конечно, хотел как лучше своей Нобелевской премии поощрять науку, но, как говорил наш один бывший премьер-министр, хотели как лучше, а получилось как всегда. Поэтому некоторые коллизии в плане Нобелевских премий, кто более достоин, кто не более достоин, они всегда существовали. Ну, вот этот строгий человек в форме капитана кайзеровской армии – это Нобелевский лауреат 1918 года Фриц Габер, Нобелевская премия которого вызвала огромное обсуждение общества этого времени. Почему? Потому что Фриц Габер, он, в общем-то, помимо синтеза аммиака, придумал еще вот и это. То есть он фактически был человеком, который основал концепцию химической войны. Более того, он руководил самой первой газобаллонной атакой хлором на реке и порно-бельгийские позиции. Ну, и за это был, пожалуй, как раз чином капитана, хотя по возрасту не ходил, и соответствующими воинскими наградами. Как я всегда говорю, все-таки Нобелевский примерно получил не за химическую войну, а за синтез аммиака. Ну, кстати, потом он довольно подробно разбирал принципы химической войны, говорил, а что тут такого, ну, та же война. Однако в 30-е годы написал, что химическая война – это плохо, но плохо не потому, что это химическая война, а потому, что это неэффективно. Что там она зависит от того, куда дует ветер, можно своих задеть. Короче говоря, чем тратиться на разные новые химические боеприпасы, проще сконцентрировать артиллерию и хорошенько ей пройтись, эффект будет более дешевый и, самое главное, более эффективный. Ну, к тому моменту относительно диалога Пуштина, о, пардон, Моцарта и Сальери из пуштинских маленьких трагедий о совместимости гения и злодейства, сами понимаете, Пуштин тоже в какой-то степени был идеалистом. Ну, теперь перейдем к некоторым людям, которые так и не получили Нобелевскую премию, хотя, в принципе, могли. Естественно, логично начать с нашего «все», которое в области химии – это Дмитрия Ивановича Менделеева. В принципе, Дмитрий Иванович был жив и здоров 7 лет в течение присуждения Нобелевских премий, и вклад его никем не отрицался. Почему же он не получил? Ну, здесь причина первая. Первые 4 года, 1, 2, 3 и 4 года Нобелевская премия по всем дисциплинам выдавалась непосредственно по завещанию Нобеля. А если мы помним, там говорилось что? Что человек должен ее получить, который совершил открытие в течение года награждения. Поскольку периодический закон был опубликован в 1867 году, ну, как-то на год предшествующей награждению это совсем не тянуло, и Менделеев не попадал по формальным признакам. В 1905 году все-таки Нобелевский комитет решил отойти непосредственно от прямой воли Нобеля, поскольку понятно, что за год роль работы и роль ученого невозможно в принципе оценить. Мы и сейчас это не можем всегда квалифицированно сделать. И поменял, что вместо предшествующего года в течение ближайшего времени, которое это открытие было сделано. Тут Менделеева начали выдвигать. В 1905, в 1906 году его выдвинули. Он был номинирован 7 раз. Заметим, кстати, что в его номинировании ни одного ученого из России, хотя им предлагали называть лауреатов, не было. Ну, нет пророка в Отечестве своем. Это у нас еще тоже будет вариант. В 1906 году он не получил. В 1907 году его снова номинировали. И в 1907 году он почти получил. Как это почти получил? Шведская Королевская Академия проголосовала четырьмя голосами против одного за то, чтобы дать Менделееву наконец Нобелевскую премию. Ну, к тому времени уже были открыты инертные газы. К тому времени уже таблица, периодическая система приобрела такой вид, который более-менее нам похож. И вот уже, что называется, награда почти находила героя. Ну, в Нобелевской, вернее, в Шведской Королевской Академии был такой Нобелевский лауреат по химии, Сванте Орениус, может быть, кто-то еще помнит теорию диссоциации тислоты основания Орениуса, у которого, ну, как это было у Дима, в свое время с Менделеевым были некоторые несоответствия по поводу толкования избранных глав из Святого Августина. Ну, а точнее, Менделеев очень сильно критиковал ту самую электролитическую диссоциацию Орениуса. Но Орениус, видимо, был либо злопамятный, либо злой с хорошей памятью. Короче, он добился, чтобы голосование сделали по-новому. Ввел в состав голосующего комитета еще пятерых человек. Четверо, которые голосовали за Менделеева, они за него и проголосовали. Но остальные уже проголосовали за другого человека. И в 1907 году вместо Менделеева Нобелевским лауреатом стал Анри Муасан, первый открыватель в ТОРО и первый открыватель в ПИЧИ. В принципе, работа тоже хорошая, но за Менделеева обидно. В 1908 году Менделеева снова стали номинировать, но в апреле он умер, а посмертное присуждение Нобелевских премий не существует. Говоря о Менделееве и о торжестве периодического закона, нельзя упомянуть еще одного человека, который не получил Нобелевскую премию, хотя мог бы получить ее и по химии, и по физике, Генри Мозли. Человек, который, в общем-то, переформулировал, по сути дела, периодический закон уже в привычной нам формулировке, у Менделеева, вспоминаем, было от атомных масс, Мозли, построив свой собственный спектрометр, доказал, что дело не в массах, а в заряде ядер. И хотя Менделеев там сам уже менял некоторые элементы местами, теоретически обосновал это Мозли. В 1915 году Сванте Арениус Мозли рекомендовал, как Нобелевского лауреата, и по химии, и по физике. Но в 1915 году ушедший на фронт Первой мировой войны Генри Мозли погиб при Галлиполе во время Дарданельской операции, не дожив до решения Нобелевского комитета. Еще один человек, который мог бы получить Нобелевскую премию, но ее не получил, это Уолли Скорозерс. Ну, я вот так вот подписал. В принципе, все те эпитеты, которые здесь есть, они вполне к нему относятся. Ну, понятно, к чему немножко идет отсылка здесь. Уолли Скорозерс, он разработал принцип получения полимеров, который нам известен как поликонденсация. Он является отцом нейлона. И, в общем-то, поскольку в 30-е годы полимеры очень сильно развивались как материалы, у него были все шансы. Но у Скорозерса была одна проблема. Он действительно был мизантропосоциопат. Это не так, как мы про себя говорим, что мы не можем каких-то людей видеть. Он вообще не мог видеть людей. В дневниках он писал, что вот мне дали кабинет с каким-то там сотрудником в Дюпон, но я не могу просто находиться, мне хочется взять и разбить ему голову. Или себе разбить голову. То есть, ну, бывают люди, которые действительно более эффективно работают в одиночестве. Ну, дело, конечно, не в том, что Кайрузерс не получил свою Нобелевскую премию из-за мизантропии, на Нобелевскую премию в области полимеров, уже ставший Нобелевским лауреатом химико-физик Лангмюр, интересовавшийся полимерами, выдвигал другого химика, что у Зингера, который, ну, фактически ввел понятие полимеры. Ну, и все историки от науки говорят, что если бы хотя бы в 35-е, в 36-е годы, когда Уоллес Кайрузерс стал первым ученым от промышленности, он не был академическим ученым, он работал в научном отделе фирмы Дюпон, то есть он, в общем-то, занимался такой промышленной наукой, но при этом он стал первым ученым от промышленности, который вошел в Американскую академию наук. Если в 35-м году бы выдвинули бы одновременно и Кайрузерс и Иштува Дингера, то Нобелевская премия за полимеры, ну, поделили бы они пополам эту премию. Однако Лангмёр почему-то ставил только на что у Дингера, Кайрузерса не замечал. Ну, есть такая у ученых чисто от науки академической некоторое недоверие к ученым от промышленности, впрочем, оно точно так же и наоборот идет. Ну, не совсем, конечно, как мушкетера и гвардейца короля, но что-то подобное есть. Ну, в итоге в 37-м году Кайрузерс, когда от него ушла его любимая женщина, заметим, до этого уйдя от своего мужа, он запил уже основательно и в какой-то момент принял цианид калия, причем принял его, разбавив лимонным соком, чтобы его уже точно не откачали, и закончил жизнь самоубийством. Следующий Нобелевский не лауреат из серии «Язык мой враг мой» — это Майкл Дьюар, специалист по квантовым расчетам. Здесь человек реально отрезал себе дорогу к Нобелевским премиям своим языком. Ну, если человек, который Лайнусу Полингу, Нобелевскому лауреату, на каком-то заседании сразу после доклада начинает говорить свой позор для науки, то понятно, что это любви Лайнусу Полинга к Дьюару не вызывало. Плюс к тому, Дьюар громил Полинга за его теорию резонанса, причем примерно такими же словами, какими теорию Полинга громили в 1951 году на заседании Академии наук Советского Союза, ну, где Полинга обвинили в идеализме, антимарксизме и тому подобных вещей. Возможно, кстати, что Дьюар даже обвинили в некоторых прокоммунистических убеждениях, ну, был суровый макартинизм в то время в Соединенных Штатах, и как-то отвели. Оказывается, плохо быть не только злым, плохо быть и добрым. Этот человек возглавлял исследовательский отдел Дюпон очень долго, ну, а будучи химиком-промышленником, он не сильно парился, чтобы публиковать свои собственные публикации и раздаривал их направо и налево. Говард Тиммонс считается первым изобретателем криптандов, вообще тех веществ, за изобретение которых на самом деле дали премию Жан-Мари Лену. Но дело было так, что Симмонс их получил, описал, написал письмо Лену, Лен стал с ними работать, ну, а потом неожиданно оказалось, что лауреатом стал Жан-Мари Лен. Ну, правда, к чести Жан-Мари Лена надо сказать, что как только он узнал, что его наградили, в том числе и за криптанта Нобелевской премии, он из Франции стал звонить Дюпон Говарду Симмонсу, очень сильно извиняться, что он сам не знал, он не хотел. Ну, Говар Тиммонс сказал, что никакой вины нету, ну и, как говорят очевидцы того, что, собственно говоря, их начальник ни разу, пока был жив, не вспоминал, ну, вот этот инцидент и не жаловался о том, что Нобелевская премия должна была принадлежать ему. Ну, с другой стороны, если ты руководитель научного отдела фирмы Дюпон, то зарплата у тебя такая, что Нобелевской премии, наверное, можно в какой-то момент и не сожалеть. Ну, и что было бы логично для Казани, еще один человек, не получивший Нобелевскую премию, это наш земляк Евгений Константинович Завойский, изобретатель электронно-пармагнитного резонанса. Гинсбург, ну, Нобелевский лауреат по физике говорил, что это, ну, единственная реальная Нобелевская премия, либо по физике, либо по химии, которую мы потеряли. Никто не отрицает, ни из одних историков науки, что Нобелевская премия, собственно говоря, что ядерный магнитный резонанс впервые наблюдал за войскей, но он не стал над ним дальше работать, были 40-е годы, была война, сигналы были не очень стойкие, и, собственно говоря, он это как-то забросил. Тем не менее, электронно-пармагнитный резонанс он развил, но когда пришла пора выдвигаться, опять же, получалось так. К тому времени, когда его стали номинировать Нобелевских лауреатов по химии и по физике в России, в Советском Союзе было семь, ой, пять, пардон, один Семенов и еще четыре физика, из России выдвигал за войск его только один человек. То есть, не знаю, то ли физики не выдвигали, то ли кто-то один из них из Семенов не выдвигал, но выдвижений было мало, и в итоге как-то это все дело прошло. Ну, тут мне говорят уже немножко закругляться, но все-таки немного про текущую Нобелевскую премию. Я очень быстро скажу буквально в паре слов, остальное на вопрос. Значит, в этом году Нобелевская премия по химии, она действительно дана, ну, как мы говорим, по химии, не по ВИА-химии. Ее получили Жан-Пьер Саваш, Фрейзер Стоддарт, иногда пишут Штоддарт, и Бернард, он сам себя пишет, Бен Феринга, за очень такую интересную вещь под названием «За синтез молекулярных машин». Что это такое? Это устройства из молекул, которые могут выполнять механическую работу под воздействием каких-то внешних стимулов, фотохимических, изменения кислотности среды и так далее. То есть, что сюда входит? В основном сюда входят такие молекулы, которые называются молекулы без химических связей или топологические молекулы. Вот руки у меня заняты на пальцах, я показать не могу. Поэтому примерно вот смотрим сюда. Если две циклических молекулы, которые в правом углу замкнулись друг на друга, химически они ничем не связаны, но они связаны между собой как звенья цепи. То есть, одно звено с другого соскочить не может. Это у нас называется катинан. Специалист по катинанам у нас как раз Саваш, который эти катинаны впервые научился делать с выходом более 30-40%. До него они их получали, но с выходом 1-2% на уровне артефакта. Молекулярные узлы успели навязать самых разных вариантов. Вторая молекула без химических связей – это ротоксан. Большое такое колечко типа бублика, которое болтается по гантели взад-вперед. Опять же, второй ледостилуряд, который Стодарт, он научился их получать с большим выходом. И более того, он научился перемещать это кольцо уже не случайно, а туда, куда надо. И, наконец, третий человек – это Бен Феринга. До этого у нас были движения поступательные. Он первым придумал молекулу, которая может вращаться постоянно в одно направление, выходя из равновесия. И, собственно говоря, создал то, что одна из самых таких красивых работ – это наноавтомобиль. Действительно, молекула, у которой четыре элемента похожи на колеса автомобиля, она так спокойно разъезжает по гладкой золотой поверхности. Понятно, что все это далеко пока от применения. Но, тем не менее, во-первых, химия красивая. Во-вторых, там свои стимулы, наверное, есть. Если будут вопросы, я лучше отвечу на них по поводу этих вопросов. Ну и на этом все.